В 15-й раз Таница Романовская принимает гостей. Юбилейный фестиваль бардовской песни «Струны души» вновь собрал в одном из самых живописных уголков Нижнего Дона единомышленников, романтиков, для которых авторская песня стала не просто увлечением, скорее смыслом жизни. С каждым годом в Романовскую на «Струны души» приезжает все больше и больше бардов не только со всей России, но и из ближнего зарубежья. И 2013-й не стал исключением. Учредители фестиваля – правительство Ростовской области, администрация Волгодонского района, Ростовская АЭС, официальные партнеры – мебельная фабрика «Бубин», банк «Возрождение», банк «Центринвест», ООО «Спецтяжтрансхолдинг», ООО «Мастер», ООО «Миллиоратор», оздоровительный комплекс «Донская волна», ЗАО «Юхтехмонтаж», ООО «Атомашэкспорт», компания «Флоросервис», НИАЭП, общественное политическое движение «Россия-2024», трактир Удона. Генеральные информационные партнеры – радио «Шансон Волгодонск» и телекомпания «ВТВ». За стартом трехдневного праздника авторской песни наблюдала и наша съемочная группа. ПЕСНЯ 15-й раз над палаточным лагерем взвился флаг, 15-й раз прозвучал гимн фестиваля «Струны души». ПЕСНЯ Это значит только одно. Станица Романовская вновь на три дня стала столицей авторской песни. Юбилейный фестиваль «Струны души» вновь собрал друзей, единомышленников и просто любителей песен, которые идут от сердца. Песен, которые затрагивают струны души каждого человека. Юбилейный фестиваль уже набрал такие обороты, что, наверное, от меня уже не зависит, будет он или нет. Он будет однозначно. Почему? Потому что у людей есть желание. Есть желание у бардов пообщаться и приехать на берег этой прекрасной реки. А наша задача – помочь им. Создать какие-то условия, организовать, попросить спонсоров, помочь, наградить победителей. Ну и, конечно же, сегодня он приобрел, наверное, более такой высокий статус и другое дыхание после помощи, которую оказывает сегодня губернатор. Не каждый след барда в России может похвастаться таким долголетием и постоянством. И не каждый фестиваль авторской песни может гордиться таким ростом как профессиональным, так и в организаторском аспектах, как струны души. В этом уверен постоянный председатель жюри конкурса, известнейший российский бард Вадим Егоров. То, что он стал во многом заслугой тех, кто ему дал жизнь, потому что они не переставали его обнимать, ласкать и лелеять из года в год. Не было, по-моему, ни одного пропуска. Это очень важно для фестиваля. Вот как надо каждый день какой-то цветочек поливать, так надо обращаться и с фестивалями. Среди тех, кто приехал в эти дни на берега Дона, немало знакомых лиц. Из самых дальних уголков России сюда стремятся попасть снова и снова. А что уж говорить о местных бардах. Клуб авторской песни «Камердон» – один из основателей форума – не пропустил ни одного фестиваля. «Кочнется купол неба, большой и слезно-снежный, так здорово, что все вы здесь сегодня собрались». Этот уникальный коллектив, к слову сказать, единственный клуб бардовской песни, имеющий на Дону звание народный, в этом году привез одну из самых молодых делегаций. Но несмотря на юный возраст участников, «Камертон» готов бороться за самые высокие места. Наш клуб авторской песни «Камертон» – единственный на юге России народный коллектив, удостоившийся этого почетного звания. Еще является самым юным по возрасту, по среднему возрасту участников в России. Не забывают романовскую струны души и герои прошлых лет. Виктор Гавриленко, обладатель гран-при прошлогоднего фестиваля, вновь приехал на берега Дона, чтобы встретиться со старыми друзьями, завести новых и получить заряд вдохновения после долгой зимы. Струны души – это фестиваль, который фактически первый после долгой зимы. Естественно, это встреча друзей. Ну, все барды области собираются. Ну, а теперь уже не только области, теперь очень многие регионы подъезжают, и вот Украина. По традиции первый день фестиваля открывается концертом членов жюри. Именно эти выступления и задают тональность всему празднику, который участники конкурса должны будут подхватить. Все в этом мире как-то зыбко, все как-то очень несветло. Сегодня на лице улыбка, а завтра получив табло. Но кто в табло не получает, тот не годится в авангард. Не битых бардов не бывает, а кто не битый, тот не бард. И пока наши песни над миром поют, будет солнце сиять, и земля будет жить. И пока песни бардов над миром поют, будет солнце сиять, и земля будет хором жить. В творческих лабораториях на следующий день конкурсанты имеют возможность напрямую пообщаться с мэтрами авторской песни и получить свой адрес, порцию похвалы или конструктивной критики. Одно дело петь в кругу друзей, которые, может быть, воспринимают все. А другое дело здесь, когда сидят люди, профессионалы, которые могут разобрать все это, и тебе сказать честно, что именно там, в каком правильном пути, направлении работать. Именно эти бесценные советы обязательно пригодятся участникам вечером на конкурсном концерте, который пройдет, как и в прошлом году, на большой сцене. А уже ближе к ночи жюри предстоит определиться, кто заслуживает чести подняться на эту же площадку в субботу, чтобы принять из рук председателя жюри Вадима Егорова заслуженные награды и главный приз «Струн души» – Гран-при. Артем Бегоцкий, Иван Иванков, Петр Авдеенко. Новости ВТВ. На завтра по традиции запланирована самая насыщенная программа «Струн души». С утра до поздней ночи вся Романовская будет жить фестивалем. В пять часов вечера начнется воздушное шоу. Его сменит финальный галоконцерт, на котором прозвучат имена победителей и лауреатов. В 20.00 на сцену выйдет народный артист России, специальный гость праздника – Олег Митяев. А в 21.40 начнется выступление группы «Доктор Шлягер». Первые залпы праздничного салюта светят поляну фестиваля в 22.40.